ДИФПЛЕЙ Я нашёл одного Нашёл что? Андроида Ты нашёл? Андроида? Ого Где? На свалке Твою же, вот ты везучий засранец Это что-то вроде IDX 358? Или 455? Какая модель? Вроде бы начинается с... Не могу вспомнить Кое-кто сказал мне, что это свежая модель Но я пока не видел ничего впечатляющего Но я дам ему ещё немного времени Бесплатно же! Хм Ты меня весьма заинтриговал Надо бы к тебе заглянуть на досуги Он немного замялся, будто пытался сменить тему Ну, я уж точно рад, что ты заинтересовался андроидами, но... Но что? Но тебе следует остерегаться Чего? Ты же видел их недавно по телевизору, так? Тех, кого очаровали андроиды Они говорят, что с этим чувством очень трудно справиться Особенно, когда живёшь с ними долгий промежуток времени Роботы — это роботы Люди — это люди Тебе никогда не следует забывать об этом Роботы — это просто инструми... Инструменты Которые разработаны, чтобы сделать нашу жизнь проще Ни больше, ни меньше Ты бы лучше воловался, чтобы меня молнией не шарахнуло Он вообще понимает, с кем говорит? Что за абсурд? Знаю, знаю Конечно, уж за кого-кого А за тебя я меньше всего волнуюсь Но никогда не вредно перестраховаться, да? На всякий пожарный Ладно, ладно, принято Я буду иметь в виду Он кивнул мне в ответ Чё, уроки закончились, да? Не успел я оглянуться, как начался последний урок на сегодня Наконец-то! Очередной рутинный день в школе подходил к концу Но, вероятно, эта лекция никогда не закончится Время будто бы завернулось в ленту В ленту мебиуса, мебиуса Вроде мебиуса, правильно Доска заполнена едва различимыми каракулями А, блядь, у нас, короче, его не веривал препод Начинал с охуенно огромных букв Ну, короче, символов А заканчивал почти, блядь, десятым шрифтом Сука, это было с первой пор, ты хуй рассмотришь На последний было вообще жесть Я отвечаю Из-за этого занятие становится медленной пыткой И так, будучи ужасно сложным И так, будучи ужасно сложным Оф Я больше этого не вынесу Учитель тоже очень плох в подаче материала Его слова влетают в одно ухо и вылетают в другое Не в силах сдержать наступающую усталость Я немного зевнул Оглянувшись, не приметил никого, кто особо прислушивался бы к уроку Все неразумные напористые учителя имеют что-то общее Они никогда не объясняют все доступно Всегда все усложняют сверх меры Куча гнилых снобов Это то, чем они являются Ничто в этом мире не длится вечно Ужасный поток слов учителя Наконец иссякает Даже наблюдение за речью политика не так злит меня, как эти уроки Оооо, да у нас тут, блин, еще и малолетний политикан Ха, диванный сука, аналитик Уоо Все, что осталось, это добраться домой Время сваливать из этого места Чувствуя себя настоящим пленным, которого только что отпустили на волю, я быстро упаковал свои вещи Помахал рукой доктору Герсу и направился домой Будучи на середине пути, я внезапно понял кое-что Совсем позабыл про андроида, который я оставил в мастерской И чуть не отправился домой Мне пришлось сменить курс на новый пункт назначения Надеюсь, его сейчас нахуй автобус собьёт Я прибыл в мастерскую По краткому взгляду в окно было ясно, что внутри вроде всё спокойно Просто горстка любопытствующих людей Но что до самого механика Я его не нашёл Я вошёл в здание и не колеблясь Но... Добро пожаловать в антикварный магазин Не успел я войти, как меня тут же встретила работница этого магазина И полагаю, у неё голос не такой должен быть Сладкий и приятный голос, бля Я чуть перестарался Я правда удивился Никогда не думал, что девушка будет управлять магазином Думаю, она временная замена Я повернулся лицом к человеку, поприветствовав... Поприветствовавшего меня, блядь! Боже, какое ебанутое слово И тут моя челюсть отвесла до пола Да Она начала вспоминать меня Как только она вспомнила, её лицо тотчас посветлело Андроид? Да Прокашлялся Хозяин наконец вернулся Люси ждала весь день Это была андроид по имени Люси Валентайн Она встретила меня у дверей Неужели меня обманывают собственные глаза? Не может быть, чтобы эта бесполезная штуковина стояла там и разговаривала со мной В её улыбке нет ни намёка на неловкость Чтобы подтвердить свои подозрения, я решил ещё раз проверить Люси, ты ведь Люси, так? Да Никто иная, как Люси Валентайн Похоже, я не ошибся Чё... чё произошло с тобой? Что не так с Люси, хозяин? Этот голос И твоё лицо И... ты... сама стоишь, так? Да, конечно, хозяин Люси стоит на своих двоих Эхэм! Люси с гордостью выпетела грудь В смысле, не то чтобы гордо, но... Если вы вспомните том, какая она была раньше Это чертовски впечатляет Ты выглядишь... намного лучше Теперь с тобой всё хорошо? Да, хозяин, Люси чувствует себя так, будто может парить в небесах После этих слов она словно балерина Покрутилась на месте Люси выглядит взрослой Умеющей веселиться девой Но в то же время выглядит глупо, как ребёнок Но внезапно она упала на пол И это дало мне душевное спокойствие Похоже, я ещё не до конца пришла в норму Люси застенчиво улыбнулась Несмотря на произошедшее Я смотрел на неё, с трудом подбирая слова Её совершенно естественный Нероботизированный человеческий голос Она полна человеческими эмоциями Её лицо показывает все виды Правдоподобных выражений и реакций И у неё свободно двигаются руки и ноги Сказать, что я поражён Ничего, бля, не сказать Даже не могу подобрать слов Мой мозг превратился в кашу Забыл весь свой словарный запас Конечно же, я не подавал вида Потеря контроля над своими эмоциями Показывает твою слабость Но, если честно, не только из-за этого Я также не хотел признаться ей, что был удивлён Чё-чё-чё изменилось за считанные часы? Это потрясающе! Первый комплимент Люси от хозяина Это делает Люсю очень счастливой Я хвалил парня, который тебя починил, а не тебя саму Не, не может быть Взгляд разочарования на её лицо был довольно сюрреалистичным Как я могу это объяснить? Магия Могла ли она быть проклятой ведьмой? Старые истории с детства приходят на ум Девятихвостый лис, который желал стать человеком Еее, Наруто! Русалочка, которая тоже хотела стать человеком Что с ними случилось? Бля, вот короче меня сейчас заинтересовало Если бы Русалочка не смогла стать человеком Но принц её всё равно полюбил Или кто он там был Куда бы он её чпокал? Получается, снизу у неё ничего нет Так что только в рот? Да, детская сказка не такая же детская на самом-то деле Ну ладно Их желания никогда не сбывались до конца Но этот робот заставляет меня думать Если бы желание Русалочки когда-нибудь сбылось Она бы праздновала так же Хорошо Хватит глупых мыслей Я должен найти механика Но проблема в том, что я уже потратил определенное время на поиски И его нигде нет Скажи, что случилось с парнем, который починял тебя? Владелец ушёл в магазин за деталями некоторое время назад И его здесь нет А что насчёт его магазина? Эхэм, прекрасный ассистент сейчас при исполнении служебных обязанностей Ассистент? Где? Эхэм, эхэм О чем ты говоришь? Эхэм, эхэм А или это... Ха его знает Я никого не вижу Люси, которая только что стояла с гордостью и уверенностью Теперь вот-вот заплачет Я хотел посмотреть, как она испытывает разные эмоции Но чувствуя... Но чувствуя себя плохим человеком, решил отказаться от этого желания Хорошо Я понял Ты и есть тот ассистент Да, именно так, хозяин Люси и есть ассистент Выражение лица Люси меняется быстрее, чем со скоростью света И её печаль всего секунду назад покинула землю на ракете, нахуй Но я правда не могу поверить, что... Чтобы этот парень Оставил Люси заботиться о магазине в первый же день встречи с ней Особенно такому странному роботу Не все винтики должны быть на своих местах, чтобы думать, что это была хорошая идея Эй, о чем хозяин думает? Я ни о чем не думаю И можешь ты меня перестать называть хозяин всё время? Это неприятно Ну, хозяин... Хозяин Люси Называй меня по имени Но Люси не знает имени хозяина Пожалуйста, воспользуйтесь возможностью научить её Если подумать, я точно уверен, что не смог в прошлый раз назвать ей своё имя Скажу ей первое, что придёт на ум Аааа, это типа... Бля Ну ладно, хуй с ним Пусть будет моё настоящее имя Женя Я знаю имя получше Ты чё охуел, сука? Меня зовут мистер Красивый Хозяин Хозяин не должен врать Хе-хе-хе-хе Плохо обманывать других людей Ложь — это зло То есть ты хочешь сказать, что я страшный? Чё-чё-чё, нет-нет Люси не это имела в виду Это ошибка, ошибка Она начала нервничать, словно я сейчас начну её ругать Хозяин не должен врать насчёт своего имени Пожалуйста, скажите Люси настоящее имя хозяина Чё за бред? На каком основании ты утверждаешь, что твой хозяин врёт? Люси видела, как хозяин вводил своё имя совсем недавно О, проклятие Всё играет против меня Мне уже без разницы Просто зови меня хозяин Поняла, хозяин Ха-ха-ха Бля, чё ему не нравится? Такая мимимия Бля, я был бы не против вообще Ставь лайк, если тоже было бы не против Хозяин Чё? Хозяин Чё ты хочешь? Люси просто хотела сказать это Ты издеваешься надо мной? Нет-нет, конечно нет Люси просто счастлива назвать кого-нибудь хозяин Именно поэтому я хотела это сказать Люси расцвела в улыбке Как она может быть настолько глупой? Андроид всё ещё где-то сломана? Или Люси была спроектирована смешной? А чё в этом плохого? Может она под наркотиками? Угу, конечно Залили ей, блядь, масло Не той марки Существуют ли вообще наркотики для роботов? Я, конечно, не специалист Но если это андроид Значит у неё есть Программа А программу можно испортить Она начнёт глючить Теоретически Наркотик Я закончил с предложениями И очевидно не смог найти ответа Дело в том, что я не могу идти в ногу с этим роботом Где механик, когда он так нужен? Аху его знает, где он Когда прошло около 10 минут Механик, наконец, вернулся Честно говоря, я собирался подойти к нему первым Но я не смог сделать этого Потому что, как только механик увидел меня Он бросил всё, что у него было в руках И побежал ко мне, как безумец Затем он крепко сжал мои руки Пожалуйста, оставь меня, Люси Чё за странная ситуация Он как будто спрашивает отца своей девушке Позволить ли он жениться на ней Я сразу же сообщил о своём решении Эй, нет Я не дам тебе жениться на ней О чём ты? Ты бредишь? Это мои слова Ты вообще думаешь о том, что ты делаешь? Владелец некоторое время приводил себя в порядок Кхм Возможно, это был не самый лучший способ сказать об этом Парень Ты хочешь продать мне этого андроида? Это было крайне неожиданно Ты хочешь, чтобы я её продал? Да, я могу тебе дать сколько Столько Он взял свой калькулятор и показал мне сумму Ммм Ммм Я был ошеломлён в течение пяти секунд Ты серьёзно? Конечно Ну что, неплохая сделка для ученика, так? Не каждый раз взрослый может раздобыть такую сумму легко, чтобы ты знал Глядя на состояние этого старого здания, я могу только гадать, как он может позволить себе тратить так много Он чересчур волнуется Я тихо посмотрел на Люси Она стояла не двигаясь, вероятно, она ожидала, что такое могло произойти Люси приняла страдальческий и мрачный вид Я почти мог представить неприятную картину Похищенный раб выходит в море Да ладно, это немного грубо, не думаешь? Он не собирается есть тебя живьём или тип того Я повернулся лицом к механику Ты заплатишь так много? Ты правда думаешь, что Люси стоит таких денег? А стоит ли она или нет, мы узнаем уже в следующий раз А сегодня на этом всё Всем спасибо за просмотр И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok